Палата о чёрстном клей Владимир Грибшин читает ученицы ГВУ школы Пискудникова, грандшинка Валерия. По недолгом проспекту оглушительная звонка, крылыхал на дьявольской смесью трофтон. Единистый брезент скрывал её вкусно. Драгоценный тон. Замечательный. Мочеливый водитель, примёрзший баран, Вёз на полу концентрации, хлеба вёз в буханке, Вёз он с салом, маслом, вёз консервы и водку. Погода он вёз, подлинная погода. Рядом с ним лейтенант Прятого Звука был похож на дологую птицу. Казалось ему, что водителя нет, что запрём грузовик на духоде. Вдруг навстречу лучам синим тренингом пары, дом из мрака шаплину покорёжит пожар. А сквозь эти лучи пищи снег летел, как сквозь лис, снег летел, как лампан. Ламп, 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 ламп. И вбежал лейтенант по знакомым ступеням, и вошёл. И сон, что бежал в кабинет. Соруженные лёвышки, хлебные габрики, старичок семейный работа. Как живёшь, мальчуга? Отвечай без обмана. Достал лейтенант свой паёв из кармана. Хлеба, чувства, кусок, дали сон. Пожуй-ка. И шагнул он туда, где длинул буржунка. Там, по верху дьявола, распущенные руки. Там жилу он не видел после долгого лета. Там, боясь разглядаться, взялся бедные плечи. И глаза взглянули, что написали, как свечи. Но я не знал лейтенанции времени на суши. Был мальчишка в отцах, настоящий мужчина. И когда замигал догоревший озадок, маме в руку уложил он в отцовскую ногу. А когда лейтенант вновь садился в трехтонку. «Приезжай!» — закричал ему мальчик в догонку. И опять сквозь лучи снег летел, как сквозь льда. Снег летел, как мука. Плавный, светлый, сын. Буржавица смахала же многие лёстки. Освещали ракеты неба, чёрного клуба. Тот же самый кусок. Ненадкушенный, чёрстый. Лейтенант в том же самом кармане нащупал. Потому что жена не могла вытянуть. И кусок этот снова ему положил. Потому что была настоящая жена. Потому что ждала. Потому что любила.